И она отключила. Сейчас ножичек возьму. Девочки, в этот раз маленький ножичек. А то говорят, вы что так махаете этим ножом? У меня аж глаз задёргался. Вот, теперь маленький. Теперь, ну, как без него, если здесь всё на скотче. Девочки, здесь закрепляется, чтобы не болталось, чтобы уцелело. И вот приходится резать, не упускаешь из рук его. Так, ну ладно. Сейчас, пришла посылка. Яна, посмотри. Посмотри. Так, дальше. Это всё место назначения. А, это Германия. Девочки, посылка из Германии. Город Гослар. Ну, а как же без него? Всегда он и только он. И посылка от Галины. Что она в этот раз нам положила? Давайте будем смотреть. Так. Вот это верхняя часть, да? Верхняя часть. Ой, как бы ничего не прорезать. Так, с этой стороны, теперь с этой. Ух ты! Всё плотно, всё в коробках. Уже теперь вот такая стружка всякая, чтобы удерживала, такой нету. Галина говорит, надо коробка, коробки, чтобы плотно я буду вам ставить. Так, говорит, эффективнее, так лучше. О! Начинается с конфет. Королевские конфеты, девочки. Это уже видно. Вот я уже чую. Яна, чуешь? Прямо духами пахнут. Конфеты тоже духами пахнут. А ну-ка. О! Линд. Линд. А сейчас у нас рекламируют же, вот сейчас у нас по российскому телевидению, Линд. А кто его производит? Может, уже и совместно с Россией? Бельгия. Бельгия? Может, они совместно какое-то производство здесь наладили? Видят, что людям нравится? Давай будем смотреть. Открывать, что там. Яна. Это же очень вкусно должно быть. Девочки, коробка высокая, как не... Это и хорошо, что коробка высокая, потому что мы всегда тяжелые коробки. Приходится наклоняться. Чем ее поднимать? Лучше самой наклониться. А в этот раз получилось, что... Ой, как красиво! Яна, сопроводительная здесь вся продукция Линд. Да, смотри. Ой, как красиво! Сейчас посмотрим, как это вкусно. Яна, знаешь, чем запахло? Ром-ликер. Ты чуешь, доча? Ром-ликер. Сейчас обалдеем с тобой. Сейчас как упьемся. Смотри. Царские конфеты. Доча, какой будешь? Мне все равно. Как тебе все равно? Такой может быть. Ну, давай, такой берешь. Вот это, наверное. Вот эту? Угу. Самую неприглядную взяла. Ммм. Человек скромный. Как ее так развернуть? Ах! Чистый шоколад. Яна, без добавления чего-либо. Опа. Яна, подожди, выключи, я руку помою. Девочки, одну попробовали, только разрезали. Мы уже все делим даже. И этот... Палилось оттуда, спиртное палилось. Мы, правда, неплохо разбираемся, что вот именно, да, внутри было. Но явно видно, что обалдеть можно. Так, я думаю, что сейчас любой, что мы сейчас порежем, из него вот какой-то этот... Какие бывают? Ром, ликер, еще что? Нуга. Как? Нуга. Что такое нуга? Карамель. Трюфель. Начинки, мы говорим, начинки. В общем, девочки, очень вкусно. Один попробовали, и уже у меня чего-то с головой не то. Так, вот. Если вам попадется когда-нибудь, девочки, знайте, что внутри спиртное. Ну, там грамулечка, ну, чувствуется же во рту. Так, откладываем. Девочки, приближается Новый год. Ой, Галю не позаботилась. Там это тоже, я чувствую, что это шоколад. А внутри, наверное, какая-то начинка. А, Яна? Во, Яни, Сури, Яни, Сури. А, смотри. Галюня, ты главный распределитель. Распределил. Ну, она смешила, Галюня. Там, смотри, Яни, Сури. Каждому по Деду Морозу. А если два, ой, это вам много не покажется. Интересно. Девочки, все для вас, только не деритесь. Я уже сама написала. Ну, что-то руки эти сладкие. Девочки, идемте дальше. Там еще смешнее, наверное, будет. Вот эти коробки, что такое? Опять косметика, наверное. Нет, не косметика. Давай вытащим сначала коробки. Кстати, ты этой косметикой пользуешься? Да. Я уже начала, это бомба вообще. Такая, Галюня, косметика. Это потрясающая вещь. Это, знаете, вообще там фирмы, ведущие фирмы, давно известные. Там когда было положено начало, и они знаменитыми стали. Бренды там, там бренды. Бренды. Бренды, бренды. Яна, давай, давай вытаскивай. Ух ты, а теперь звезды. Там были бренды, а теперь звезды. Галюня, ты что, себя послала, что ли? Это макет звезды, смотри. Макет звезды, вон. Что сама имею, и какое название несу, то и получайте. То и отправляю, да? Да. А что это, в виде чего? Ну, видно, что звезда. А ну-ка. Это на Новый год. Включаешь, она будет гореть. Так. Ух ты. Яна, вот, смотри. Вот как её надо вытащить оттуда. Сейчас я ножик уберу, а то люди скажут, вы чё ножом махаете? Нам плохо от него. Ничего себе. Так, там инструкция. Подожди, ещё что-то есть. Надо нырять туда. А, Яна, здесь же это. Вот. Что это? Это лампочка, наверное. Так, ещё что-то здесь надо. Это инструкция к нему. И всё, пусто. А ну-ка. Яна, сначала надо вытащить. Вытащи. Ну, вот, подключатель. Подключатель. Вот к этому. Так. Вот шнуры, да? Это сюда. Это вилку. Так. Это сюда. Вот эту вилку сюда? Да. Да. Она закручивает? Закручиваю её, да. А чё она резьбу никак не возьмёт? Неправильно делаешь. Аккуратно, ровно поставь резьбу. Неправильно делаешь. Так, подожди. Она сначала должна вот в эти вот гнёзда свои залезть. Да, да, давай. А потом... Где её гнёздочки? Давай ещё сделаю. Всё, Яна, смотришь? Смотрю. Вот смотри, она вот на этой вот, видимо, подвешивается она. Можно также, наверное, на ёлку подвесить и поджечь ёлку. Девочки, это гирлянда на Новый год. Посмотрите. Ой, Галюня, звёздочка наша, прислала чё, смотри. Красота. На окно можно. Красиво. Яна, а если свет выключен? Давай, если свет выключен, чё будет? Сейчас. Включай. Включила? Девочки, посмотрите, как оригинально. Ну, вот мы всё освещение убрали, а ну вот это вот никак. Пускай это стоит освещение, потому что и нас видно не будет. И это вот так вот будет в ночи. Чё у меня такое всё сладкое? Девочки, оригинально, да? Около ёлки, когда всё будет наряжено, когда под Новый год. Ни у кого главной такой нет. А вот у Галины в магазине продаётся. И посмотрите, она лёгкая. Лёгкая, вот прям два грамма не весит. Электричество, всё здесь предназначено. Вот провод, длинный провод. Два метра, по-моему. Нет, три метра, наверное. Три? Вот, можно дотянуть до какого хочешь этого. Ключателя, длинный провод. Здесь всё предусмотрено. Видите, мы разобрались, за две минутки разобрались и поняли, как. Очень простая она в употреблении. И посмотрите, как выглядит. А если ночью, если в темноте, вообще будет как. И потребление энергии совсем здесь вот прям, это, крохотулечка. Да, Яна? Оригинально. Галенечка, спасибо. Вот под Новый год, да? Чего человеку дарить под Новый год? Вот радость какая. Давай, включай свет. Вот так очень просто закрепляйте. Смотри. Девочки, вот звезда. К ней уже приставлен шнур. Она может быть подвешена на что угодно. На ёлку тоже пойдёт, потому что она лёгкая. И вот, смотрите, на любой гвозди, куда вам удобнее, можно и этот. И вот уже предусмотрено со шнуром. Этот шнур вот в этот входит и в электричество. А сам шнур, посмотрите, ещё мы его даже весь не открыли. Сколько у него метров здесь? Три метра есть точно. Три метра. О, да, точно три метра есть. Всё, убираю. Просмотрели мы это, да, Яна? Новогодняя гирлянда. Очень интересная. Так, идём дальше. Это тоже такая же. Посмотрим, Яна. Вот написала Галюня. Чё написала? Так, гирлянда в виде звезды, LED. Экономный расход электричества. Ну, здесь сразу уже видно, что это очень экономный расход электричества. Это вот как на ёлку вешаем, а тут ещё, наверное, меньше. Всё, вот такая вот она. Два надо открывать не будем, наверное, да? Так, идём дальше. О, здесь всё в коробках. Плотно-плотно стоят в коробке друг к другу. Так, это на чё? Ведьмочки. А, ну-ка. Да, ведьмочка. Девочки, вот такая вот ведьмочка. Сейчас мы ей ножки поставим. Сейчас мы её на правильный путь наставим, чтобы она никуда не свернула, как говорят, с плохого пути не это. Что-то у неё всё здесь задрано. Девочки, вот такая ведьмочка. Я чувствую, она с механизмом. Вот, и вот я уже нащупала. Вот здесь на брюшке механизм. А в прошлый раз мы что-то недопоняли немножко, да? Вот такая же фирма. Вот такая фирма. Это поставка такая. Значит, у всех кукол вот такие. Вот. А вот нажимать, оказывается, вот в этот раз нам указали. Нажимайте на руку. Хоть механизм на брючке. Мы вчера... Ой, мы в прошлый раз лазили-лазили. Где же там что надо? Оказывается, механизм на брю... На этом, на ручке. Сейчас. Там нужно открыть плёнку. А, сначала открыть. Сейчас, Яна. Так, ты бы выключила бы. Девочки, разобрались мы. Немножко покрутились вокруг неё. И поняли, что вот механизм вот здесь, она брюшки. А нужно вот выключатель, вот здесь вот кнопочка на руке. Её надо вот так. Ещё один раз. Для закрепления. Вот здесь всё, оказывается, указано. Это для тупых, которые не могут сообразить. Вот здесь вот, где кнопка, как обращаться. Всё просто только на нашем. Не можем никак это перевести. Вот всё, всё, всё здесь дано. Пожалуйста, читайте и разбирайтесь. Всё. В общем, вот такая гигмочка. Девочки, кричащая. Хоть она маленькая, ростиком, но удаленькая. Такие звуки издаёт. Сначала нужно такой, этот, виск издавать, а потом сказать, хо-хо-хо-хо, я смеюсь над вами. Так, всё, разобраюсь, убираю. Давай дальше. Мой, может быть, остался. Ещё такая. Ещё такая, немножко цветом другая. Это больше к коричневому. Там к жёлтому, это к коричневому. Ну вот, всё-всё, всё такое же одинаковое. Нужно сейчас её распрямить, сделать человеческий вид. Хватит. Ведьмахой побыла. По лесам, по морям бегала. Вот. Значит, механизм здесь. Вот её инструкция здесь. В двойном размере. Так, давай. Девочки, они недорогие. Мне так кажется, да? Насколько я уже вот в них разбираюсь. Они совсем недорогие. Посмотрите. Это чем выше кукла, чем выше, там уже и цена прибавляется. Потому что на неё затрачено больше и пластмассы, и материалы. Вот. А вот такие вот крохотулечки, знаете, это любой захочет и согласится на такую цену. Так, всё, убираем. Дальше идём. Лёля, успокойся. Ещё ничего не сделал, только достал. Видимо, я её за ручку достала. Вот такая вот, девочки. Сейчас её тоже распрямлю немножечко. Приукрашу. Лохматулечка непричёсанная. Пятнадцать дней в ящике я не причесывалась ни разу. Конечно. Чё вы от меня хотите? Чё вам надо вообще? Пустите меня назад. Девочки, вот такая же ещё. Так, ставлю сюда. Ещё одна. Так, ещё такая синенькая теперь. А ну-ка, распрямим. Девочки, видимо, вот таких вот маленьких, да, удобнее посылать. Для них-то они, этот, за них так не трясёшься, за их носы. Они вот все в велю. Это материал велюр. Это вот как, знаете, это сам, как упакованный материал он. Вот такая. Вот такая девочка. Синенькая. Девочки, это она радуется, что она на свет божий вышла. Что она уже к нам попала. Думает, ну, здесь тепло, светло, и сейчас меня ещё накормят. Значит, можно радоваться. Это она так, этот, свою радость выдаёт. Всё, девочки, вот такая вот ведьмочка. Их у Галины много. Заказывайте. Они не должны быть дорогие, они даже вот дешёвенькие. Вот я уже сразу могу определить. Так. Идём дальше. Яна, смотри сюда. Вот это. Ух ты, это на чё похоже? Конфеты. Так. Вот такие конфеты. Смотри, яна. Чё написано? Линдер. Линдер, да? Чё, их резать надо? О, они и сами режутся. Так, как это открывается? Вот. Всё без ножа, девочки. Я уже нож лишний раз не беру, чтобы вас не травмировать. Вдруг вы там начнёте шарахаться от моего ножа. Девочки, вот такие конфеты. Вот так они называются. Давай, Янке же надо дать, а то она сейчас уйдёт, обидится, скажет, сама работай. Я же её нанимаю на работу. Зарплату платить надо, кормить надо. На, доча. О, мне так много. Ничего, пускай в арту сладит. Спасибо. Я тоже. Знаешь, чем пахнет, Янке? Как это кофейный, да? Кофе. Свежий, свежий. У нас с ней дороги не отражаются. Слушаем. И это со спиртным. Угу. Галина меня спросила, перед тем, отправлять посылку, она говорит, вы как к спиртному относитесь? Я говорю, да нормально, как бы вкусно было. Всё, все конфеты, эти начинки спиртные. Так, не стоит. И она, ныряем дальше. Эта инструкция к чему? Конфет, наверное. У конфет не бывает инструкция. У конфет сам гам не отравленный, и всё. Ой, ничего не понимаем, девочки. Ничего не понимаем. Что это такое? Может, это указ на мой арест пришёл? Немецкий указ. С Германией, может, мы их не устраиваем? Чё это? Ничего не понимаем. А может, это стихи Пушкина на немецком языке. Ангела Меркель отправила, мам, на тебя досье. Вот Янка сказала Ангела. Ангела Меркель. Ангела, девочки, это имя вам что-нибудь даёт понятие? Ангел. Сколько? Четыре срока была канцлером Германии. Посмотрите, как она подняла свою страну. Ангел управлял страной, потому что... Ангел управлял. Это, знаете, имя многое даёт. Как назовёшь корабль, так он и поплывёт. Посмотри, страна получила какого человека. А ведь это женщина. Женщина в юбке. А посмотрите, как она всю, всю Европу она подняла. Мало того, что у неё сил хватило на свою страну. Она ещё на всю Европу это сделала. Молодец, моя хорошая. Я её так люблю. Её, по-моему, все любят. Все иммигранты. Сколько она напустила. Её прям ноги и руки целуют иммигранты. Так, не знаем, девочки. А чего это такое, мы не знаем. Давай дальше. Конфеты. Лин. Ой, ну всё. Жизнь удалась. И это тоже что-то именитое такое. Ну, уже во рту так сладко. Девочки, мы сейчас вообще опьянеем и свой видео не закончим. И с ума сойдём отчасти. Ну, вот Галина мне говорила, еду, на машине еду. С Бельгией? С Бельгией. Полный багажник конфет, говорит. Шоколада. Всего набрала. Это я помню. Она говорила. Вот это, по-моему, и есть. Галюня молодец вообще. Так, Яна, как её так открыть? Так, мы не будем пробовать, но всё равно показать же надо. Девочки, такая вот, я никак успокоиться не могу. Такая благополучная страна, это Германия. Вот почему вот сейчас на границе Польши с Германией, это столько мигрантов... А, Белоруссия и Германия... Белоруссия и Польша. Столько собралось иммигрантов, там две-три тысячи. Это, представляете, сколько людей? Иракцев. И арабов много в основном, да? Ну, где плохо, там и бегут. Который человек решил оставить свой дом родной. Представляете, в каком он отчаянии. Но, говорят, из СНГ тоже очень много. Яна, ты на меня смотришь? Ну, конечно. Кого ещё смотришь? Из СНГ тоже. Много есть там людей таких вот. Им даже Польша не нужна. Им никто не нужен. Они напрямую. Откройте нам дорогу. Пропустите. Мы идём все в Германию. Нам больше никто не нужен. Ну, вот так получилось. Видите? Стали их обливать. Вот в такое время, когда минусовая температура... Их там водомётами с лесточим газом. Вот ой, чё там с людьми издеваются. Короче, там так... Ну, Германия небольшая. Всех принять не может. У нас же не резиновая. Так зверей там, по-моему, ещё не травят. Вот там же в лесу всё это происходит. Это граница же. А там такая лесом вся заросшая. Со зверьми там, наверное, так не обходится, как с людьми решили. Ой! Ах, запахло шоколадом. Смотри как. Яна, что будешь? Бери. Какой хочешь. Ну, доча. Или уже не хочешь? Ну, потом. Это она сейчас от скромности говорит. А потом знаешь, как перед чаем пьёт. Так. Сейчас поставлю. Девочки, идёмте дальше. Яна, ещё здесь коробки очень интересные есть. Давай вот эту посмотрим. Девочки, что-то тяжёленькое. На чё это похоже? Сейчас поставлю это. Ножик. Нет. Вот без ножа никак. Вот вы говорите. Ножик, ножик, ты зачем мне там махаешь? У меня этот... Глаз дёргается. Глаз дёргается. Ну, вот как без него, девочки? Вот сейчас бы я не открыла бы. Вот это всё скотчи. Это всё скотчи. Давай-ка посмотрим. Шоколад. Ой, куда положила? Сейчас, подожди. Вот такой шоколад. Девочки, это что-то. Галина, наверное, завод ограбила в Бельгии. Это что-то, нечто, да. Галина, ты, наверное, там оккупировала полностью этот шоколадный магазин, да? Завод, завод. Завод, да. Чё там в магазине? Ну, бери выше. Так, такая. Ещё вот такая. Две штуки. Да, Галина? Так, ну, это плитки шоколада или, может, скорее всего, вот такие вот, вот такие вот, как кирпичики, да? Как называется? Молочные. Моль Минт, Линт. Это всё фабрика Линт, девочки. А фирма Линт, а уже потом дальше Вол, Вол Минтш, Вол, в общем, не хочу позориться и читать не умею. Так, дальше идём. Вот оно, Яна, вот оно, смотри, давай будем читать. Вот это Трэнстрома. Это название магазина Галина, где работает. Её магазин называется вот так. Был уже, он назван давно-давно, при открытии, где-то 8 лет назад, когда она его открывала. Вот у неё несёт такое название до сих пор. Да. Но сейчас этот номер телефона изменился, девочки. Это бирка старого образца. Вот, мы же, мы же как сумасшедший носимся в руках с телефоном. Мы его 24 часа в сутки не выпускаем из рук. И видео снимаем, и отвечаем на вопросы, и связь держим, вот. И он может теряться, он может разбиваться. Его могут своровать. Или там, ну, всё, что угодно хотите. Да, паспорта и то воруют. Вот. И вот где-то посеяла, или что-то с ним случилось, поменялся номер. Девочки, кто имеет связь с Галиной, у неё номер на Ватсапе поменялся. Может, разбился телефон, может, украли. Может, номер, в общем, помененный. Номер поменяли. Теперь этого старого образца я вам дам. Новый. Девочки, это новогодняя посылка. Наверное, здесь что-то с Новым годом. Так, смотри. Здравствуйте, наши дорогие Яна и Сура. Я вас приветствую и благодарю за вашу поддержку. Ой, моя хорошая. Рада стараться. Ради хорошего человека. Ничего не жалко. Так, я вас приветствую и благодарю за вашу поддержку. Труд и всегда хорошее настроение, которое вы дарите людям. Ну, девочки, чего унывать? И так вот жизнь такая, если мы ещё и плакаться будем. Вот. Вы дарите людям. В этой посылке я передаю вам немного новогодних сладостей и гирлянды в виде пентаграммы. Гирлянда, Яна, это не звезда, это пентаграмма. Она говорит, вот смотри, это вам новогодний сладостей. Гирлянды в виде пентаграммы и подсвечники. Ну, подсвечники, наверное, там будут. Яна, мы своим таким примитивным понятием подумали, что это звезда. Это пентаграмма послала. Видишь, человек с каким смыслом. Так. И подсвечники, но это, наверное, будет внизу. В коробке с клевером на дне найдёте вы также новую коллекцию серёжки. С Шерлом, Ангелитом. Серьги пришли с Ангелитом и с Шерлом. Так. С наилучшими пожеланиями из Гослора. Города ведьм. Галина. Ой, Гослор, как я тебя люблю. Все, кто там живут. Галина, в твоём лице. Как я... Мы раньше не знали про такой город. Вот благодаря Галине. А началось, знаете как? Галина написала. Здравствуйте. Я из города Гослор, Германия. Ей вот дала о себе знать. И вот всё вот так вот завязалось и пошло и поехало. Девочки, вот посмотрите, письмо. Очень такое приятное письмо, да? Где-то много всего. Надо доставать. Эти гирлянды, которые мы показывали на электричестве, это и есть пентаграмма. Ведьмочки, девочки, которые вот прям втянутые, которые и есть такие, да? Да, пожалуйста, вот всё для вас. Заказывайте. А к Новому году вообще на вашу ёлку будет оригинально. По теме прям. Так, всё убираю. С наилучшим пожелаю. Галиночка моя хорошая. Вот. Вот такая. А вы думали звезда. А это, оказывается, пентаграмма. Так, встану сюда. Яна, выключи пока. Включила я, наверное? Да. Девочки, кто раньше имел с ней связь, а там очень много таких, которые у неё заказывают товар из магазина, есть это там, как, онлайн-продажи, есть YouTube-канал. Вот. Ну, поменялся номер. Всё бывает. Потеряла телефон или разбился, или украли. Поменялся номер. Вот. Теперь она вот такая, вот под таким телефоном. Если с ней потеряли связь, девочки, не волнуйтесь, никуда она не денется. Просто вот на приобретение нового номера уходит несколько дней. Это не от нас зависит. Вот. Уже есть, уже действует. Она вставила и вовсю работает. Пожалуйста, не пугайтесь, не удивляйтесь. Теперь номер Галины. Всё. Идём дальше. Так. Вот эту мы открыли. Эти конфеты. Девочки, любой подарок сопровождается конфетами, чтобы приятно и с полезным. Посмотрите, сколько подарков. Ой, сейчас будем открывать. Давай, Яна, вот так сделаем первую коробку. Турмалин. Девочки, это чистый турмалин. Даже не сомневайтесь. На серебре. На серебре. Серебро и турмалин. Вы можете тоже так же заказать. Турмалин Галина покупает. Там, на каких-то выставках, очень-очень, до которых простому человеку попасть невозможно. Она имеет какой-то подход туда. Она, по-моему, прям к моему враслету, смотри. Да, одинаковая? Всё одинаково, только размер разный. Здесь покрупнее. Побольше немножко. Да, покрупнее. Девочки, ювелир рядом, напротив магазина, имеется ювелир. Там очень старинное такое, ювелирное производство, которое по династию передаётся из поколения в поколение. Она у них вот эти шарики отдаёт им. Вот так заказывает. Все, кто желающий, может заказать. Это настоящий турмалин гранёный. Гранёный, он ещё лучше сверкает. А остальное всё серебро. А застёжки какие здесь? Застёжки сейчас вытащу, покажу. Не английская? Девочки, вот такая застёжка. Ой, хорошая. Вот она, видите, как будто внутри пружина. Вот так задевается за ушко, открывается, одевается в ушко, и вот так шелчок есть. Опа, шелчок. Хорошая. А из ушка вот так выглядит она. Вот такая. Оригинально. Ювелиры работают, девочки. Профессиональные ювелиры. Чем вот всякую бижутерию, которая не имеет таких свойств никаких. Просто, ну, пускай она будет красивая, пускай она будет блестящая. А у вас на ушках турмалин. Чёрный причём. Чёрный турмалин – это камень ведьм. Защитный. Это Шеррилл называется. Это камень всем камням. Вот. Как я обычно говорю, королева спорта – это лёгкая атлетика, а королева камней – это и есть турмалин. 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 А какие…